В нашу студию мы пригласили человека, который 55 лет жизни, почти 55 лет жизни, друзья, уже отдал этому театру. Георгий Антонович Штилина с гостями, Народный артист России. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с днём рождения театра. Спасибо. Как-то будут отмечать артисты? Ну, наверное, у нас сегодня выходной день. Ага. Ну, отличный день для праздника. Неделя напряжённая. Вчера подряд две премьеры. Премьера, вернее, одна премьера, два спектакля «Война и мир». Полный зал. Что ещё может быть для артиста? Это самое главное. Самый лучший подарок. Полный зал. Всё-таки у нас театр большой. А отмечать, то есть, будут, но, наверное, все. Ну, по домам. По домам, да. Выпьют дома. У нас сегодня ещё, кроме этого, ещё день рождения Евгения Сечи Лебедева. Вот одного из ведущих актёров нашего театра. Да. Вот всегда мы отмечали и день рождения, и театра, и его в кабинете у Георгия Александровича. Ну, это да, пользуясь случаем, тоже присоединяемся к поздравлениям. Расскажите о вашей истории в БДТ. Спасибо. Вы туда пришли аж в 1961 году. Да, после театрального института. Вот пришли показываться. А расскажите, каким тогда был театр? Вот сегодня сетуют молодые актёры. Очень сложно в театр попасть. Очень. Как вам удалось? А вам сразу после института? Наоборот. Всё наоборот. Всё наоборот. Сейчас молодому человеку легче попасть, ну, не знаю, не в 10, но в 5 раз это точно. Почему? Потому что вот мы пришли, мне было 29, Ваня Хроско. Было 31. Уже, да? Да. То есть, взрослыми людьми, по сути. То есть, критически, 25 лет, когда мы пришли, почти уже не брали никого в институт. Это редкий случай. И вот, и мы пришли, и представляли молодёжь, два человека. Вот. Из курса пришли несколько человек, с нашего. И вот взяли меня, и мне подыгрывал Ваня Хроско. Вот. И его тоже взяли. И было, конечно, счастье было огромное, потому что театр был на такой колоссальной высоте. И такие там были актёры. И, конечно, Георгий Александрович Товстоногов, вот, как говорят, гуру, или гуру, это учитель, просто, ну, воспитывал, действительно, выращивал потрясающих актёров, которые снимались много очень в кино. Это всегда показатель, когда актёров берут в кино, и, значит, театр на подъёме. Я считаю, что сейчас тоже театр на подъёме. А насчёт молодёжи у нас человек 17 молодых артистов, никогда бы такого не было. Вот даже если вы в спектакле посмотрите, что делать, премьера и «Война и мир» Толстого, там... Это заслуга Андрея Могучего, да? Думаю, что да. И вообще, думаю, что да. Думаю, что да. Ориентироваться на молодёжь. Да. Слушайте, по поводу работы с Григорием Александровичем Товстоноговым, я недавно узнала, что он, оказывается, заставлял артистов менять фамилии. Было такое, да? Но вас это не коснулось? Нет, коснулось. Почему? Коснулось. Он тоже мне предлагал, говорит, Жора, ну, зачем обострять? Зачем какая-то немецкая фамилия? А-а-а, политкорректная. Да, 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 на это дело очень крепко смотрели. А расскажите вообще об опыте работы с этим мэтром, с великим, действительно. Ну, мэтр, конечно, был не только великим, но и очень какой-то доступный человек. С ним можно было прийти и сказать, вот у вас там что-то на петлице. А, даже так? Там или начинаешь сказать, или кольцо какое-нибудь, у него кольцо было очень красивое. Дмитрий Александрович, а что за камень? Я буду рассказывать вам. От начала до конца, что за камень. Какой-то, ну, вот человек и любили, и боялись, и не то, что боялись, но вот как-то вот идет спектакль, и кто-то говорит, Гога сидит, Гога сидит. А-а-а. И он сюда приходил, и вот такая ложа у нас, с левой стороны он сюда сидел. И частенько, потому что с утра до вечера был в театре, работал просто на износ. На износ, и, по-моему, где-то последние, в 89-м году, то ли Америка, то ли Германия, что-то он ставил. А в Германии, по-моему, ставил. И он там оставил все свои силы. Все здоровье, да. И приехал, когда оттуда прямо прилетел к нам на гастроли в Японию, и у него было давление всем 220-230. Вот так вот. Даже он меня просил купить измерение давления. Я сижу там, 220 с чем-то, директор у меня рядом сидит. Я говорю, 180. Он говорит, что там плохое очень. Жора, купи другой. Полтора года назад театр вернулся в родные стены. Вы как вас превоспредели? Да, ну как? Ну это же, как, допустим, выгнали тебя из города. И ты ждешь, когда же, или в армии там, ждешь, каждый день отмечаешь, когда ты приедешь домой в Петербург, Ленинград. Я не могу вас не спросить, потому что у меня так много времени, в чем секрет вашей трудоспособности в таком, в общем-то, почтенном возрасте? Вы еще выходите на сцены, в кино снимаетесь. Я посмотрел, на секундочку, 118 фильмов с вашим участием. 100? Да. 200? Простите. Ага. Далеко за 200. Википедия? Да. Аблажные зрители. Ну все-таки рецепт, рецепт хорошего самочувствия и такой трудоспособности. Не знаю, какой-то оптимизм. Как вы утром начинаете? Как утро начинаете? Такая холодная вода, не таща. Не знаю. Да, может, так сейчас зрители наши. Сейчас стою с трудом. Хочется еще поспать. Вот. Вот я читала, что вы грибы собираете. Ходите за грибами. Да, с женой мы очень любим грибы, ягоды. Ну это с детства какое-то вот воспитание, потом эвакуация, начало войны, первый класс в 41 году, копали окопы уже, еще войны еще не было. В мае где-то заканчивалась у нас учеба, первый класс раньше заканчивалась всегда, потом таскание песка на крыше. В общем, регулярные физические нагрузки, свежем воздухе, если можно так сказать, перенося это в нашу реальность. Я спорт любил, особенно вот у нас такой был бум спорта после войны, вы даже не представляете какой. Просто каждый мальчишка просто вот занимался, мячи были тряпочные, потому что ничего такого не было. Эх, есть чему поучиться, молодежи сегодняшнего, Григорий Анатольевич, к сожалению, у нас прямой эфир, время очень ограничено, поэтому мы еще раз вас поздравляем с днем рождения любимого театра, с скоро наступающим вашим творческим юбилеем, 55 лет, 55 лет в Большом драматическом театре. Я ваш канал хочу тоже поздравить, потому что мне очень нравится, когда у вас вот прямой эфир, это гораздо интереснее, живо как-то получается. Ну как в театре, перед зрителем, в прямом эфире. Да, да, это очень большое. Спасибо вам большое, что стали ради нас пораньше сегодня. Спасибо, хорошего дня.